Музыка Находясь во вкладке Time Option выбираем раздел Testing Monshell Section Area. В результате перед нами открывается панель настройки блока, которую мы оптимизируем под отзывы. Нам нужно будет настроить вот такой блок. Здесь будут публиковаться отзывы наших клиентов с указанием имени и размещенной аватаркой. Этот блок динамичный. При наведении курсора мыши на отзыв будет появляться рука, а при зажатии левой кнопкой мыши можно отзывы листать. То есть это такой блок слайдер. Но давайте вернемся в нашу панель и для начала активируем этот блок путем включения с помощью маркера. Вот так. Далее мы вводим специально предназначенные для этого поля заголовок блока отзывы и подзаголовок наших клиентов. А после чего выбираете из вот этого раскрывающегося списка иконку для заголовка. Под блоки с отзывами отображаются в этом блоке через страницы. То есть смотрите, вот этот первый блок мы должны привязать через страницу с названием Маргарита Плужная. В описании страницы должен быть указан вот этот текст, а вот эта аватарка, как вы уже наверное догадались, подгружается в качестве аватара страницы, которую мы создадим для подгрузки в этот подблок в качестве отзыва. Кстати говоря, для корректного отображения изображения в качестве аватара вам необходимо подгружать изображение для страницы размером 256 на 256 пикселей. Итак, переходим в консоль редактирования для создания первой страницы, но перед этим не забываем сохранить изменения в панели настроить. Итак, мы перешли в консоль, для создания страницы наводим курсор мыши на экспресс панели на ссылку добавить и в открывшемся раскрывающемся списке выбираем страницу. После этого в появившейся панели создания страницы вводим ее название, затем описание, которое будет служить собственно самим отзывом и подгружаем аватар изображения страницы, которая будет у нас выступать в качестве аватарки клиента, после чего сохраняем изменения. Вот так мы создали страницу выгрузки нашего первого отзыва. Теперь давайте по этому же алгоритму создадим еще 4 отзыва, то есть 4 страницы. Итак, поехали. У меня все готово, я создал 5 страниц для выгрузки в отзывы. Теперь давайте перейдем в панель настроить во вкладку Team Option и выберем раздел Testing Monshell Section Area. Далее вот эту область кликаем левой кнопкой мыши и в появившемся списке посредством клика левой кнопкой мыши выбираем страницы, которые мы отобразим в качестве отзывов, то есть те, которые мы только что создали. Вот так, посмотрите, у нас все получилось. Теперь сохраняем изменения и переходим обратно во вкладку Team Option и выбираем раздел Driver Section Area. В этом разделе мы настроим блок с презентацией наших сотрудников. Итак, поехали. Для начала активизируем данный блок, присвоим ему заголовок наши и подзаголовок фотографы. Затем устанавливаем иконку для отображения в заголовке и из вот этого раскрывающегося списка выбираем сколько подблоков отображать на экране. Я поставлю 4. Вот так. Мне нужно будет создать вот такой блок. Вот эти подблоки выгружаются в наш блок из страниц. То есть, например, этот подблок выгружается из страницы с названием Ангелина Ларькова, у которой в качестве изображения страницы установлено вот это фото. Итак, давайте сохраним изменения и перейдем в консоль для создания 4 страниц для выгрузки в этот блок. Давайте создадим первую страницу для выгрузки в наш блок. Посмотрите, я ввел в качестве названия страницы Ангелина Ларькова, подгрузил изображение страницы, которое будет выгружаться как изображение подблока, который сформируется из этой страницы. Затем сохраняем изменения. Теперь по этому же алгоритму создадим еще 3 страницы. Итак, у меня все готово. Теперь переходим в панель настроить во вкладку Time Option, раздел Driver Section Area. Давайте создадим наши подблоки через подключение страниц, которые мы только что создали. Для начала добавим вот этот блок. Для этого нам нужно вот из этого раскрывающегося списка выбрать страницу Ангелина Ларькова. Пожалуйста, все подгрузилось. Теперь нам нужно добавить вот такую подпись. Для этого мы введем вот эту область раздела создания первого подблока слова Chef. Вот так. Теперь давайте подгрузим остальные блоки по этому же алгоритму. Посмотрите, я заполнил все области и у меня получился вот такой симпатичный блок. Кроме того, если вы наведете на один из блоков курсора мыши, то появится иконка с ссылкой, кликнув по которой вас переадресуют на страницу, которую вы привязывали к определенному подблоку. Где, например, вы можете подробно представить фотографа. Но это хорошо использовать для многостраничного сайта. Мы создаем лендинг и данный функционал нам не очень подходит. Поэтому данную опцию мы ликвидируем на последнем уроке. А сейчас нам нужно сохранить изменения в этом разделе и вернуться во вкладку Time Option, а затем перейти в раздел Call to Action Section. Перед вами открылась панель настройки данного блока. Давайте для начала активируем его. Итак, нам нужно создать вот такой блок. Теперь я расскажу, как создается в принципе данный блок. Сюда загружается информация из страницы, которую вы выберете. Давайте теперь сохраним здесь изменения, а затем перейдем в консоль редактирования и создадим страницу, которую будем подгружать в этот блок. Посмотрите, я ввел название страницы, которая будет отображаться в качестве заголовка блока, для которого мы создали данную страницу. Также я ввел описание страницы. Это описание будет являться описанием создаваемого блока. И кроме того, я установил изображение страницы, которая будет являться фоновым изображением этого самого создаваемого блока. Итак, у нас все готово. Теперь сохраняем изменения и возвращаемся в панель настроить во вкладку Time Option в раздел Call to Action Section. В открывшейся панели из этого раскрывающегося списка выбираем страницу, которую мы только что создали для отображения в этом блоке. Вот так. Теперь нам нужно отобразить контактный номер телефона. Для этого его нужно ввести в вот это поле. Пожалуйста, у нас все получилось. Теперь давайте разместим под заголовок. Мы ждем вашего звонка, который будет расположен над телефоном. Для этого мы должны ввести соответствующий текст в вот эту область. Вот так. Посмотрите, мы настроили данный блок. Теперь нам нужно сохранить изменения. Далее нам нужно вернуться во вкладку Time Option и выбрать раздел Client Brand Logo Section. Здесь мы создадим слайдер с функцией карусели, где можно отобразить, например, фото с разных фотосессий наших клиентов. Для начала давайте активируем наш блок. Теперь мы должны для создания слайдера галереи кликнуть вот по этой кнопке. Затем перед вами откроется окно загрузчика и настройка галереи. Итак, если изображения, которые вам нужно загрузить в слайдер, еще не загружены на сайт, то кликайте по кнопке Выберите файлы. Если требуемые изображения имеются уже на сайте, то кликайте вот по этой ссылке. А затем просто выбирая нужные изображения, загрузите их в галерею. После чего нам необходимо кликнуть по кнопке Добавить в галерею. В появившемся окне справа на панели настроек мы выбираем в раскрывающемся списке ссылка Медиафайл. Для того, чтобы при клике по фото на слайдере, ваше фото не отображалось в кривой интерпретации как запись. Далее из раскрывающегося списка колонки мы выбираем во сколько рядов изображений демонстрировать слайдер на экране. Я выберу 4. Затем размер оставляем миниатюрный и кликаем по кнопке Обновить галерею. Пожалуйста, наш слайдер добавился на сайт. Вот так. Теперь мы сохраняем изменения и возвращаемся во вкладку Time Option и переходим в последний раздел Footer Section Area. Здесь мы настроим что-то вроде подвала сайта. Для отображения названия нашей студии нам нужно ввести соответствующую информацию в вот эту область. Вот так. А затем необходимо разместить кнопку Консультация. Для этого мы должны ввести вот эту область, слово Консультация, то есть название кнопки. Вот так. Также для того, чтобы кнопка заработала, нам нужно вот эту область вставить адресную ссылку страницы, на которую будет попадать пользователь при клике по данной кнопке. Но мы это сделаем чуть позже, после того, как создадим форму. Также здесь есть очень много других областей полей для размещения ссылок на аккаунты в социальных сетях. Но дело в том, что большинство из этих социальных сетей популярны за рубежом, а не у нас на русскоязычном пространстве. Поэтому мы эту опцию использовать не будем. Да, к тому же, они еще размещаются в том разделе сайта, то есть в копирайте, который мы скроем. Так как именно там содержатся рекламные ссылки на разработчика шаблона темы. А это не очень красиво. Поэтому мы блок с копирайтом скроем на последнем уроке. В общем, данный функционал мы заменим с помощью плагина, который уже установили на сайт. Итак, с настройкой интерфейса сайта мы закончили. Нам осталось лишь сохранить изменения. Далее нам нужно перейти к созданию формы обратной связи и разместить социальные кнопки ссылки. Этим мы и займемся на следующем уроке.